Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как отстоять свои трудовые права? Как проводится специальная оценка условий труда и какова статистика несчастных случаев на производстве? В нашей студии заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области по вопросам охраны труда Лариса Павлова. Об этом мы будем сегодня говорить. Ваших вопросов ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Здравствуйте. Ну все мы с вами живем в такое непростое время, когда то и дело слышишь, что сокращается численность на предприятиях работающих, еще что-то такие экономические условия возникли. Скажите, в связи с этим или может быть с другими факторами, количество обращений в инспекцию труда увеличивается, остается на определенном одном уровне или уменьшается, может быть? Практически каждый год мы регистрируем увеличение количества поступивших обращений где-то на 15-20%. Независимо от экономической ситуации. Да, по разным причинам. Но этот год во многих смыслах показательный. То есть вот у нас сейчас сентябрь месяц еще не закончился. Уже около 7 тысяч обращений поступило в инспекцию. Специально посмотрело, сравнило с 2014 годом. Вот примерно такой объем нами был получен и находилось у нас, так сказать, в производстве где-то на конец ноября 2014 года. То есть вот мы уже в этом году, вот те самые наверняка 20-25 процентов, может даже больше, будет обращений больше. Вот 7 тысяч обращений. Хочется, знаете, что выяснить? Сколько из этих обращений будут рассмотрены, удовлетворены и вообще поставлено все на свои места? Вот какая-то есть статистика? Конечно. Из вашей большой практики? Изначально, конечно, нужно сказать, что все они будут рассмотрены. Вот понимаете, они будут рассмотрены все. А если уж так вот представить, как это все происходит, ну вот, учитывая нашу численность, мы так вот примерно прикидываем, примерно наш каждый инспектор рассматривает в год более, в среднем, более 200 обращений. То есть это получается, ну, примерно количество рабочих дней в году. То есть в день рассмотреть, а ведь это в основном все связано с проведением проверкой. Бывает, конечно, когда просто нужны консультации, разъяснения. И такие мероприятия будут проведены, но все, что связано с проверкой, это определенные вообще процедуры, на это нужно намного больше времени, усилий, ну и вообще мастерства, я бы так сказала. Ну, они будут рассмотрены все. Срок 30 дней, который установлен, и, к сожалению, многие обратившиеся в инспекцию все-таки предполагают именно через 30 дней получить ответ. Ну, по многим причинам мы все-таки вынуждены иногда воспользоваться вот предоставленным федеральным законом вот этой возможностью. При определенных обстоятельствах продлевается срок рассмотрения обращения, но максимальный срок 60 дней. Все они будут рассмотрены независимо, поступило ли из органа, непосредственно от заявителя, вот, и дан письменный ответ. Другое дело, что этот ответ не всегда может быть тот, который заявитель ожидает, потому что он, так сказать, имеет свое мнение, свою позицию уже по этому вопросу, свою боль, вот, и во многих случаях, конечно, может быть несколько разочарован. И, если можно, я вот скажу, с чем это может быть связано. Большинство обращений, по какому вопросу нам направляют? Большинство обращений, более 60%, это, конечно, не выплаты заработной платы. И в настоящее время, ну, в общем-то, и всегда для человека, да, это, в общем-то, на уровне инстинкта, то есть это, как бы, основной вопрос такой, да, выплаты заработной платы. Обращения, связанные с охраной труда, например, такие, как условия труда, в меньшей степени, ну, вот, наверное, если бы с зарплатой было все хорошо, я думаю, что тогда бы, вот, уже сознание работника бы, вот, дошло бы до этого уровня, да, до условий труда. Вот, но все, что связано с охраной труда, там уже, когда критическая ситуация, несчастный случай, и, опять же, компенсации, связанные с вредными условиями труда. Вот, даже не так жалуются люди на вредные условия труда, хотя бы, вот, для меня это было бы тоже очень понятно бы, да, как именно, что не на получение компенсации за вредные условия. То есть, вот, немножечко вот такой вот у нас менталитет, но, тем не менее, вот, в такие обращения приходят. И все, что связано с невыплатой заработной платы, если начинается обращение или, так сказать, в тексте, или приложено и просматривается, что с работником оформлены трудовые отношения, вот, в большей степени вероятности, что удастся проблему эту решить. Может быть, не сразу, может быть, там предписание, какой-то там срок, вот, но, в любом случае, трудовой договор гарантирует некоторые обязанности работодателя в отношении работника, и нам легче в этой ситуации помочь. Нет, нет, нет. Никогда действительно удается восстановить справедливость, и благодарности мы тоже получаем за это от работников. Это придает нам силы. Да. Ну, вот, когда вы сказали, что на 15-20% увеличивается ежегодное количество обращений, здесь вот первое, что приходит в голову, то, что больше нарушений становится, и люди больше жалуются. Но это на самом деле так, или какие-то другие факторы влияют на то, что вот повышается количество обращений? Ну, действительно, здесь вот можно с двух сторон рассмотреть эту ситуацию. Становится больше нарушений, и мы их, у нас практически 80% проверок заканчивает выявленными нарушениями. Но, может быть, есть здесь небольшой такой вот, может быть, даже отрадный факт в этом увеличении количества, потому что я всегда выделяю среди них те обращения, которые связаны именно с проявлением такой правовой грамотности, повышением ее, повышением уровня самосознания у работника, когда он действительно знает свои права и обязанности. Когда он готов сообщить об этом случае нарушения работодателям их, который готов бороться в том числе и за свои безопасные и комфортные условия труда. Такой работник, такой вот грамотный, просвещенный, он не пойдет уже на сговор с работодателем, который предложит ему, например, устно договориться об оплате и какие-то другие условия труда. Он не станет этого делать, потому что он знает свои права и знает последствия вот таких вот ситуаций. Ну, к сожалению, явления очень распространенные, когда они оформляются должным образом при приеме на работу работники, а вот вообще вот уровень ответственности работодателя повышается или нет? Вот как вы можете определить? Потому что повышаются штрафы, наказания, какие-то санкции. Вот это доходит до работодателей как-то, каким-то образом? Вот видите, я даже сказала, что уровень правовой грамотности работников повышается. Да, а вот работодателей. Ну, вот прям вот не хватает у меня вот смелости сказать, что повышается. Особенно вот сейчас, когда вот все-таки вот такие вот и кризисные явления, когда, ну, с чем это связано? В общем-то, элементарно, да. Цель любого коммерческого предприятия, она записана в уставе. Извлечение прибыли. При этом одно из основных направлений государственной политики в отношении, вот, например, ну, охраны труда или вообще трудового законодательства, это приоритет сохранения жизни и здоровья. Как вот два вот этих вот мероприятия объединить вместе, да, излечение прибыли и сохранить при этом приоритет жизни и здоровья? Этот баланс удается соблюсти не всем, не всем. Ну, и, конечно, работодатели, в том числе и когда их уже наказывают, привлекают к административной ответственности, все говорят о своих материальных и финансовых трудностях. Но, на самом деле, конечно, не столько дело в этих материальных трудностях. Мы говорим, например, все последствия, все несчастные случаи, связанные с причинами организационного характера, они не требовали капитальных вложений, а связаны просто с недоработками, с беспечностью, с безответственностью работодателей. Вот, здесь речь не идет о больших, тем более, капитальных вложениях. Это вот отсутствие все-таки приоритета. К нам начинает поступать первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Нужно ли, Виктор, направлять на медосмотр работников с допустимыми условиями труда? Вот тема медосмотра. Правильно задается вопрос совершенно, потому что он такой вот как бы не совсем однозначный, иногда трактуется. Действительно, многие работодатели считают, что медосмотр проходят работники во вредных условиях труда. И, в общем, так звучит сама статья, да, во вредных условиях. Или во вредных, или, может быть, вот когда... Значит, сама статья 213 звучит так. Во вредных условиях труда, на работах, связанных с управлением транспорта, вот, значит, такие вот работы. А также некоторые другие работы, связанные вот там торговле, например, общественное питание, водоснабжение, ну, в общем, и так далее. Но дело даже не в этом. Все вот эти виды работы, они перечислены в порядке, установленном правительством. Так вот, тот порядок, он определяет еще, кроме того, что работники проходят, заняты во вредных условиях труда, он определяет сам перечень факторов, при которых проводятся медицинские осмотры. То есть здесь цель не просто уже, когда вредные условия труда, то есть фактор превышает допустимые значения, но и само наличие фактора во многих случаях является определяющим для того, чтобы работника направить на медицинский осмотр. И вот приложение к этому порядку, 302, приложение 1, оно как раз разделено на виды факторов, то есть группы там биологические, физические факторы, химические. И только у некоторых, по-моему, у пяти факторов стоит такая пометочка в виде звездочки, что вот при воздействии этого фактора метаосмотр проводится только если по результатам оценки условий труда установлено его превышение, только вот при некоторых факторах. А в основном наличие самого фактора уже достаточно условий для того, чтобы направить работника, определить его пригодность, а в дальнейшем посмотреть, так сказать, психофизические особенности у каждого разной, и, возможно, уже какие-то вред здоровью факторы наносят действующие. Следующий вопрос от Марины Владимировны. Как организовать перевод беременной на легкий труд? Вообще вот понятие легкого труда, оно может у всех по-разному как-то. Есть какие-то нормы или что-то такое? Ну, организовать первое, конечно, что нужно, это, ну, то есть, если работодатель замечает у работницы признаки беременности, то это еще нет у него основания для перевода. Все-таки основание будет, когда работник действительно подтвердит свою беременность и в первую очередь обратится с заявлением. То есть он должен написать заявление. Вот, если это была вот та самая ситуация, которая оформлена трудовым договором, где две стороны договорились иметь в отношении друг друга определенный перечень прав и обязанностей, да, именно подписав вот этот вот документ, то тогда работодатель, значит, должен предложить ей другую работу, исключающую воздействие вредных факторов. Некоторые работодатели даже создают такие рабочие места, потому что в случае, если он не предоставит такую работу, то он должен ей просто оплатить средний заработок на весь вот период, пока она... Поэтому, ну, в этом плане защищены законом беременной. К сожалению, на практике так не всегда, но обращение к нам беременных и с детьми, оно тоже, в общем-то, на особом контроле находится. И в случае наличия трудовых отношений, если, конечно, это не ларек у ИПшника, а все оформлено, то я думаю, что с таким работодателем инспекция, ну, найдет возможность заставить его исполнить закон. Следующий вопрос, Светлана. Устраиваясь на работу в гостиницу горничной, нужно ли мне по требованию работодателя проходить предварительный медосмотр? Обязательно нужно проходить предварительный, но, Светлана, я надеюсь, что работодатель не предлагает вам его проходить за свой счет. То есть работодатель обязан... Наверное, это ее и смущает, что вот сначала прошла... Да, он хочет, наверное, чтобы вы прошли и просто принесли. Это будет даже и для работодателя будет нарушение уже в том, что, с одной стороны, он, может быть, как бы посчитает, что есть медосмотр, значит, нет угрозы, например, что вы не заразите там, ну, именно потому, что медосмотр этой категории работников проводится именно с этой целью, да, с целью охраны здоровья окружающих. Но работодатель нарушит то, что если он вдруг не заплатит, это одно, но даже просто оплатить вам медицинский осмотр не совсем будет корректно, потому что он должен направлять на медицинский осмотр в медицинскую организацию, с которой у него заключен договор. То есть организация, которая имеет лицензию на проведение медицинских осмотров периодических и предварительных, именно с кем заключен договор, туда он должен направлять. И заключение именно этой организации, вот оно будет правомерным. Вы специализируетесь на вопросах охраны труда. Вот интересно, случаи травматизма на производстве тоже со временем становятся больше, чаще происходят или нет? Вот знаете, здесь вот тоже такая вот тенденция наблюдается. Вот представьте себе, 2010 год. Мы говорили о 85 погибших на производстве. Это было много. И, в общем-то, мы не представляли тогда еще, а как дальше будет двигаться. Потому что до этого было увеличение. Было рост, и думали, куда же больше уже. И с 2010 года постепенно, причем эта тенденция сохраняется и для России, и для Самарской области, и для многих других субъектов. Ну, может, где-то есть исключение. Ну, вот в Самарской области, как в целом по России, с 2010 года у нас происходит снижение травматизма. 60 человек, 48. Вот в 2014 год у нас было 47 погибших. Безусловно, это много. Но вот сама вот эта вот тенденция... А сейчас мы на конец сентября регистрируем, вот поступило к нам извещение о 20 погибших. То есть понятно, что 2015 год будет еще меньше, да? И с чем же это связано? Да, вот действительно. Вот непосредственно, само вот это вот снижение травматизма никак формально не является показателем, например, улучшения условий труда или, к сожалению, показателем изменения отношений, вот о чем мы с вами уже говорили, работодателей. Нет, не является. Это, наоборот, является предметом для анализа, почему это происходит. По моему мнению, это происходит, ну, за счет снижения, ну, во-первых, в первую очередь за счет снижения вот официально занятых. Если мы говорим, что у нас нелегальная занятость составляет в среднем, например, 1 четвертая, да, то вот на эту 1 четвертую это надо уж точно прибавлять, потому что там точно так же происходят несчастные случаи. Тем более, что нелегальная занятость, характерно для таких отраслей, в большей степени, как строительство, водители, торговля, а, в общем-то, эти как раз отрасли, они травматизма дают достаточно много. И они в показания официальной статистики не попадают, получается? Они не попадают, потому что, в общем-то, никто про них и не сообщит, и они и под расследование не попадают. Если только это не будет обращений самого, вот, ну, скажем, гражданина, или как он, может быть, себя считает работником, и в результате действия инспекции будет, опять же, установлен фактически допуск к работе без оформления. Такая ситуация может быть. Вот, поэтому здесь вот на снижении особо я никогда, говорю, не концентрируюсь вот на этом явлении, тем более как на каком-то положительном, мы всегда проводим анализ других тенденций. О чем, меру, в настоящее время можно говорить о достаточно тревожной тенденции? Это достаточно большое количество пострадавших и даже погибших работников молодого возраста от 20 до 30 лет. И зачастую это те работники, которые проработали совершенно, ну, совсем маленький период, даже два дня, три дня, неделю. С чем это связано? Вы представьте себе, вспомните систему профсехообразования, которая готовила каменщиков, строителей, там, заточников, там, не знаю, там, на любой, то есть, станочников различного профиля, да, то есть все, все, что связано со строительством, это были там специальные училища. Практически эта система сейчас не работает. Ну, и мало того, непрестижное образование, а высшее образование, которое есть у 70% молодежи, оно не дает возможности, не обучают там, как работать, например, там, арматурщиком, бетонщиком, каменщиком на высоте и так далее. Там основа охраны труда, оно никак не практика. Поэтому все это обучение этим профессиям, оно перешло, как бы, на рабочие места. И как там научат, это еще под большим вопросом. И вот такие вот случаи, что молодые, вот, буквально мы вот расследовали в этом году, за неделю до 26-летия, тоже на строительстве в нашей одной самарской организации, 20-летний парень, буквально через несколько дней в Тольятти 20-летний парень упал с большой высоты восьмиэтажного дома. Вот. И говоря вот об этих случаях, можно сразу обнаружить и другую тенденцию вот среди всего травматизма, не только смертельного, но и тяжелого. Это вот отрасль, конечно, строительство. Конечно, строительство на протяжении нескольких лет остается, ничего не меняется. Правила работы на высоте новые вступили в 2015 году, а работаем все равно по-старому. И буквально вот сегодня, вот уходя вот сюда на эфир, опять приходит извещение из одной организации нашей Самарской, которая, выполняя работу по ремонту кровли на прогрессе, двое групповой несчастных случаев, как они упали, мне пока неизвестно, один насмерть, другой множественные переломы. Травмы падения с высоты, они еще и, ну, тем опасны, то, что там именно велика угроза именно смертельных исходов или большой степени инвалидности. Хотелось бы подробнее рассмотреть ситуацию, как вы уже сказали, что вот если работник не оформлен был надлежащим способом, но получил травму и даже серьезный, вот что ему делать, вот конкретный совет, как доказать то, что ты работал в этой организации, ходил, что именно в это время ты был на производстве, вот что делать? Вот, ну, конечно, все-таки нужно оценивать свои риски, вот при принятии решения, вот когда человек начинает, так сказать, участвовать в деятельности работодателя своим личным трудом, да, начинает он участвовать, нужно оценить все риски, нужно обладать вот тем вот минимальным набором знаний, чтобы понимать, что, ну, я все время привожу такой вот абстрактный пример, но никто никогда не понесет, например, деньги в банк, где ему скажут, например, мы тебе берем деньги, обещаем, например, тебе 12 процентов, и мы тебе будем каждый месяц перечислять, никто никогда не отдаст деньги, а даже более ценный ресурс, это свое здоровье, свободное время, свои физические и умственные способности готовы отдать, не получив никакой документ за это, правильно? Да, очень наглядный пример. Да, да, а причем, например, если, например, предложит банкир такой договор и скажет, я тебе пишу 6 процентов, но буду давать 12, как вы думаете, долго он будет выполнять свои обязательства? Ну, может быть, чуть-чуть, пока он заинтересован, пока ваши деньги приносят ему доход, но если вы начнете их забирать, то же самое, как только вы будете увольняться, никто не получит ни серую часть зарплаты, вот, ну, перейдем к несчастному случаю, так сказать, это наиболее такая для меня вот болезненная тема, потому что это уже, так сказать, вот кульминация, вот зарплата это одно, а жизнь, да, и когда родственники, пережив такую трагедию, они ведь еще остаются стали незащищенными. Или сам работник, получивший тяжелую вечь на всю жизнь 80-60 процентов утрат трудоспособности, да, с чем связана нелегальная занятость? Ну, есть такая небольшая категория работодателей, которым, так сказать, не отпереться, может быть, так обстоятельства сложились, да, которые действительно признают и скажут, ну, работал, но не оформили. И мы тогда будем это событие расценивать как нарушение работодателям, ну, то есть фактический допуск, но без оформления. И если все факты будут это подтверждать, то мы можем даже работодателя понудить, оформить акт Н1. Здесь может возникнуть у работника проблема с фондом социального страхования, то есть страховщиком, потому что, ну, сам акт Н1 – это только подтверждение события. Все-таки у нас страховщик, окончательное решение принимает обо всех выплатах, в том числе и дополнительно каких-то по лечению, по восстановлению, по реабилитации. Вот, но здесь в судебном порядке можно доказать. Но зачастую работодатель не признает, особенно, например, вот все, что связано с строительством. Ну, любые абсолютно варианты, я, например, слышала, да, и в объяснениях читала. Пришел к брату, поднялся к брату на восьмой этаж и вот упал, например. Или пришел устраиваться на работу, но и пошел, поднялся осмотреть свое рабочее место. Или шел с целью устройства на работу, шел по территории, его там чем-то сбило. А в каске он был, потому что мы такая порядочная организация, мы на всех каске одеваем, как только они пересекают территорию организации. Вот такие вот. И в отсутствии, может быть, там свидетелей, да, может быть, даже и не успели никакие бумаги-то родиться, если это все происходит достаточно быстро. Ну, мы стараемся, есть такие случаи с нашей помощью, с помощью судов, устанавливаем фактически допуск к работе, вот, лица без оформления трудового договора. Но лучше этого не запускать. Первое, что нужно сделать, обратиться. И еще такой момент. А если будет трудовой договор, и в нем будет прописана только не вся заработная плата, а где-то в размере, вот, приближенном к минимальному размеру оплата труда, да, без 35-6 тысяч, да, то в случае, например, смерти, не дай бог, или тяжелого несчастного случая, родственники или сам пострадавший, они же возмещение вреда от фонда соцстраха будут получать от этой белой части, ну, например, 50% от 6 тысяч. То есть 3 тысячи и все. Это на эти деньги невозможно, будучи, например, с утратой трудоспособности, полноценно или даже неполноценно существовать. И восстанавливать, тем более, свое здоровье. Поэтому особое внимание еще нужно уделять охране труда, вот, на производстве, да, вот сменилась оценка условий труда, что-то вот поменялось. Скажите, уже можно какие-то итоги подвести вот этой перемены? К чему она привела? Улучшилась ситуация или для чего это было все сделано? Ну, действительно, тут, конечно, этот вопрос, ему можно было бы посвятить бы не одну передачу, настолько он вообще-то сложен и, так сказать, проблематичен. Вот, но тем не менее, само вот это вот требование об оценке условий труда, оно всегда достаточно было в законодательстве. Раньше мы называли это аттестацией рабочих мест. Ну, вот, учитывая, что там были тоже некоторые такие вот шероховатости и недостатки этой процедуры, с 2014 года, то есть сейчас уже за второй год скоро закончится, как действует новая специальная оценка условий труда. Опять же, говоря о том, что кто это не знает, весь 2013 год обсуждалось, много было в прессе, и, в общем-то, все должны были к этому быть готовы. А вот ее сейчас вот, когда складывается правоприменительная судебная практика, вот здесь даже все готовы, а мы были еще больше готовы, и тем не менее, все равно сталкиваемся с рядом проблем. Вот, и, ну, связано это с тем, что изначально специальная оценка была настроена на то, чтобы заинтересовать работодателя, дать ему такой вот экономический механизм, не просто, например, компенсировать эти вредные условия труда путем, там, предоставления отпусков или денег, да, что, конечно же, не компенсирует их воздействие, а именно нацелить его на улучшение условий труда. Для этого ему были даны ряд преференций в виде снижения взносов фонд социального страхования, пенсионный фонд, вот, и такие вот, ну, достаточно существенные, чтобы заинтересовать его, улучшать. Но это можно сделать только по результатам, вначале оценив. А так как изменилась методика, то те рабочие места, которые раньше, например, по аттестации рабочих мест относились к вредному классу условия труда, изменилась методика. Немножечко произошел сейчас переинтация чисто на производственные рабочие места. И в плане такого вот административных, офисных рабочих мест, они сейчас, на них как бы не идентифицируются вредные факторы. Такие, потому что как бы они непостоянно действуют, разовые такие факторы. Это все связано с методикой. И многие рабочие места раньше, которые были, относились к вредными, сейчас относятся к оптимальными. И вот если по результатам специальной оценки, аттестации рабочих мест, 56% рабочих мест, мы говорили, что они относятся к вредным, по результатам специальной оценки условия труда в два раза меньше, около 28, ровно в два раза меньше. Вот два года проводится спецоценка, около 2000 организаций провели ее. Соответственно, люди, те, которые раньше были компенсацией, они могут их лишиться, хотя их рабочие места не изменились, а изменились подходы к оценке. Здесь возникают проблемы. Проблемы эти разрешаются, в том числе и с помощью государственной экспертизы, которая проводится органами исполнительной власти, Министерством труда, в том числе и по нашим представлениям. Так что кто уж совсем не понимает, что произошло, и как изменились порядок предоставления компенсации, или работодатель снял компенсации, но не разъяснил, то обращайтесь в инспекцию, может быть, даже с помощью госэкспертизы попробуем, потому что только нарабатывается применительная практика, в том числе и теми организациями, на которых возложено это право дано им по проведению специальной оценки. Сложные, судьбоносные, достаточные процедуры для многих людей. Да. И еще вот в отношении предприятий малого бизнеса, тоже вот кажется, что вот они сами по себе там живут, работают, и вот когда вы можете вмешиваться с проверками, с контролем, реагировать на жалобы, вот инспекции труда, и как часто это происходит? Да, действительно, вы понимаете, как... Потому что кажется, с одной стороны, что к ним льготные условия какие-то. Они живут сами по себе ровно до того момента, пока работник такого малого предприятия не обращается в инспекцию, и тогда, конечно, понимаешь, что, грубо говоря, там конь не валялся. И если взять, например, общее количество нарушений, выявляемых, да, и допущенных в отношении работников, и по количеству жалоб, то все равно, конечно, это предприятия малого, микро даже, даже микро больше, те, которые до 15 человек, да, вот, среднего и мало, крупных, тем более меньше предприятий. Они, может быть, более такие, как бы, ну, в отношении большего количества, например, если там сейчас где-нибудь задержка заработной платы или что-то еще, да, то есть охвативают большее количество людей, вот, но по численности таких нарушений меньше. А предприятия малого бизнеса, они, конечно, достаточно много допускают нарушений прав работников, тем не менее, все-таки правительство объявляет надзорные каникулы, и среди всех прочих преференций, которые в отношении малого бизнеса, конечно, их надо поддерживать, вот такое вот им предлагается еще такое вот, как вот надзорные каникулы. Вот, ну, закон есть закон, и несмотря на то, что мы считаем, что среди малый бизнес, ну, не всегда, так сказать, с большой степенью сознательности относятся к соблюдению трудовых прав работников, в том числе и в вопросах вот нелегальной занятости, да, тем не менее, вот при составлении, например, плана проведения плановых проверок, учитывая те изменения, которые были внесены в закон вот о защите прав юридических лиц, все малые предприятия до ста человек, а согласитесь, это уже не такой малый до ста человек, микро еще 15, это я понимаю, но до ста человек это достаточно серьезное предприятие, особенно вот сейчас вот в наше время, вот, но тем не менее до ста человек в план не были включены, и не будут они включаться в ближайшее время, основанием для их включения является уже не как раньше, у нас были основания, это три года с момента последней проверки, три года с момента организации, да, существования, теперь добавляется дополнительная организация, если только в течение трех лет вот эта вот организация малого бизнеса привлекалась за грубые нарушения законодательства, грубые нарушения, это тоже такая трактовочка, тут еще надо посмотреть, что является грубым, или, например, оно подвергалось дисквалификации или приостановлению деятельности, вот, мы не включили малые предприятия, но оснований для внеплановых проверок их достаточно, и самое распространенное основание это обращение работника о нарушении его трудовых прав. Вот вы сказали про обращение, хорошо, что, потому что напомнили мне, и я хочу сказать Антону Александровичу Задворнову из Новокуйбышевска, который обратился в нашу редакцию с своим делом сотрудничества с инспекцией труда Самарской области. Поделился опытом сотрудничества? Да, поделился опытом, и я передам его обращение вам, и вам, Антон Александрович, говорю, что это будет сделано, а дальше уже, так как у нас сегодня заместитель, руководитель... Ну, я подтверждаю, что без рассмотрения ни одно, это просто, это просто, ну, практически невозможно, то есть это регламент, это процедура. Рассматриваем все, говорит, другое дело, не всегда удается удовлетворить. Нет, нет, у него есть уже опыт сотрудничества, там что-то вот просто вот он, как вы сказали, что не всегда все бывают довольны результатами, которые вот инспекция, инспекторы проводят. Лариса Владимировна, большое спасибо за то, что пришли, уровень правовой грамотности повысилили, мой в том числе в отношении вот всех этих вопросов, трудовых отношений. Я благодарю и телезрителей за внимание, всего хорошего, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова